С этой минуты мы начинаем выпуск программы о думающей молодежи и для думающей молодежи. А будет ли толк или нет, решать вам. Ну что, поехали! Выпуск первый, кадр первый. Убежден, что красота девушка измеряется в Анжелина Джоулях. Дим, ты пленен только внешней красотой, но про умы забывать тоже не стоит. Все-таки комбинации красоты ума не бывать. Выбираю красоту. Уверен? А вот и проверим. В первом веке нашей эры римский писатель Петро не говорил, что красота редко сочетается с мудростью. Так ли это на самом деле? И если так, изменилось ли что-то? Попробуем в этом разобраться. Объекты исследований нам подсказал сам капитан Очевидность. Где искать красавиц, как не на конкурсах красоты и модельных подиумах? А есть и среди них настоящие умницы? Если я стану мисс Татарстан 2012, я буду спасать мир своей красотой. Так как я актриса, и я уже играла Аиста, я перевоплощусь в инопланетянина, обворожу их своей красотой, и они обязательно спасут нас. Я знаю. Надо в гугле набрать вопрос, как спасти мир, и там обязательно выйдет варианты ответов. Может быть, мы не там ищем? Может быть, искать нужно в вузах, где сами участницы конкурсов, студентки и целях интеллектуально обогатиться? Скоро 8 марта. Скажи, пожалуйста, какой самый необычный подарок в этот день ты получала во всей своей жизни? Ну, на мой взгляд, любой подарок разный, необычный. Придумай, пожалуйста, нам рифму к слову «выборы». К слову «выборы». Выбранного выберут, невыбранного не выберут. Еще один лозунг Жириновского, друзья, и аплодисменты. Смотришь на это и задаешься лишь одним вопросом. Зачем? Зачем так мучать девушек? Зачем вообще конкурсу красоты проверка на интеллект? Изначально конкурс был просто конкурс красоты, насколько я помню. Если так, отмотать пленку назад. Но, по-моему, в какой-то момент, когда конкурс получил такой пинок, после чего вообще стал стремительно развиваться, как раз стал вопрос. Ну, красота, это же пусто. То, что отсутствие мозга не скроешь. Если там с внешностью позволять там хирургии где-то подправить, где-то там подкрасть, где-то челочкой привалить, где-то платьице поменять. С мозгом, конечно, это не прокатывает. А сами участницы об этом говорят так. Мне кажется, все-таки основное это интеллект. Все-таки потому, что это университет. Для модели все-таки не нужен вот этот пылкий ум и все прочее. Мне кажется, основное это быть интересной, то есть как раз-таки умение выкрутиться из ситуации. Модельный бизнес это жесткий бизнес. Это ты торгуешь не собой, а со своим телом. То есть ты, ты, грубо говоря, картинка, на которую смотрят. То есть не всегда конкурсы красоты можно связать с модельным бизнесом. То есть это там немножко разные требования, немножко разные критерии. Поэтому, если ты участвуешь в конкурсе красоты, это еще далеко не факт, что ты будешь успешной моделью. В то же время не все модели успешные могут похвастаться своим участием в конкурсе красоты. Это тоже не всегда получается. Ну, интеллектуальная сторона модели, она, естественно, нужна, потому что, то есть хоть и говорят, что модели все глупые, это далеко не так, потому что на самом деле нужно очень много знать, чтобы работать в этой профессии. Если девушка обладает какой-то способностью быстро мыслить, быстро как сформулировать свои мысли, то уже это большой плюс и хороший показатель. Ну, я думаю, что без работы вообще ничего нельзя добиться, и поэтому, то есть в любом случае нужно стараться, нужно идти все выше и выше, нужно добиваться все больше и больше высот. Ну, на самом деле интеллекта присутствует много достаточно. Горе от ума возникает крайне редко. Я считаю, что это не должно относиться именно к этой профессии. Это по жизни должна девушка себя так вести. За красивым лицом скрывается еще и мозг. Во-первых, с учетом того, что модельная карьера, она короткая, то без мозга то долго это не протянет. Хотя вообще-то говорить в этой профессии совсем не требуется и даже не рекомендуется. Все, что ты могла бы сказать, ты говоришь через объектив, образ и, возможно, товар. А то, что слетает с твоих губ, к делу не относится. Поняла? Да, сэр. Говорить об этом можно долго, а почему бы и нет? У высокой моды высокие требования, и если твоя цель попасть туда и твой настрой решительный, что ж, без умения говорить толковые вещи не обойтись. А если все заканчивается лишь участием в конкурсах красоты, тебе и выбирать, есть ли место глупышкам. Ходить на высоких каблуках это одно, а вот заявить о себе с высоты модельного подиума совершенно другое. Так все-таки, нужно ли моделям говорить? Каким бы ни был ее выбор, главное для нее это выгодно представить товар. Конкурсы же красоты это один из возможных шансов попасть в модельный мир. В мир, где встречают по одежке, а провожают по уму. Саш, есть загадка, поможешь? Ну, давай. Смотри, если интеллект в деле красоты не главное, то где он нам точно пригодится? Дай-ка подумайся. Мне кажется, что отдыхать с умом это тоже искусство. Вот ты сегодня вечером чем занимаешься? Ну, я пока свободен. Ммм, свободен? А я-то не свободна. Однажды в социальных сетях мне пришло приглашение на игротеку. Пришла я туда, поиграла. Ну и что я могу сказать? Каждый мой вечер занят. Димуль, играть это интересно, это очень интересно. Ну что, поиграем? Поиграем? Встреча с друзьями дело святое, приятное и очень веселое. А разнообразие такие посиделки с друзьями призвана игра Элиас Вечеринка. Вообще, Элиас играет по всему миру, от Европы до США, а вариаций такой игры существует масса. Впрочем, популярность игры налицо. А самое приятное, что правила этой игры очень простые. Правила игры просты до безобразия. Делимся на команды по два человека. Выбираем себе фишечку понравившегося цвета и выставляем ее на поле. В свой ход мы должны объяснить как можно больше слов с карточек, не используя однокоренных слов. И все это за ограниченное количество времени. Написано слово корова, объясняем как животное, которое дает молоко. Или мы чаще крупнорогатый сход. Просто, не правда ли? Ну а если вам нужно объяснить слово всасывающий или прикрепленный? Номер клетки соответствует номеру слова на карточке. Есть на поле и цветные клетки. Попали на клетку со смайликом, тянем карточку с эмоцией. Этот раунд нам предстоит объяснять слово плачущими или же злыми. Попадаем на клетку с человечком, принимаем позу, которая нам диктует карта, хлопая себе по голове или сидя на полу и раскачиваясь. И объясняем слова. На клетке нарисован фотоаппарат, берем специальную карту и пытаемся объяснить известных личностей. Ну а если на иконке нарисована книга, то в наших руках всего одна карта. Пытаемся сплести все слова в единую историю. Первая пара, добравшаяся до финиша, становится победителем. Но практика показывает, что в этой игре процесс куда интереснее результата. Да и копилка веселых историй после игры наверняка исполнится историями типа «А помнишь, помнишь, как Колян вылезь и слово «навоз» объяснял? Время игры. От 40 минут. Количество игроков от 4 человек. Куда взять игру? Отлично подойдет для вечеринки или на любой сбор, который грозит завоевать звание самого скучного мероприятия года. Плюсы игры. Легкие правила. На их объяснение уйдет не более 5 минут. Отлично подойдет для разновозрастной компании. Игра подвижная и азартная. Гарантированно. Веселье, повышение словарного запаса и актерских навыков. Однако, может не понравиться вдумчивым игрокам, которые не любят слишком шумные, быстрые и непредсказуемые игры. Игры-близнецы. Одинаковые на первый взгляд, но при ближайшем знакомстве, в принципе, как и все близнецы, оказываются очень непохожими. Активити. К традиционному объяснению слов прибавляется еще две опции. Вы можете объяснить слова при помощи рисунка либо при помощи пантомимы, то есть без слов. Здесь вы также можете выбрать и сложность объясняемого слова. То есть на пятерочку самые сложные слова и на троечку это самые легкие слова. В принципе, еще одно самое главное отличие это то, что Активити стоит в разы дороже. Я недавно на вечеринке была. Мы там с друзьями в твистер играли. Десять минут в одной позе? Да это же ад какой-то! Кстати, вечеринка была безалкогольная. На утро никакого похмелья, разве что размяться немножко хочется. Да, Саша, хорошие настали времена. Уже не нужно никому доказывать, что здоровый образ жизни это не только здоровье, но и здорово. В прошлом году в Москве появилось новое движение под названием «Русская пробежка», объединяющее людей, которые считают, что молодое поколение должно быть не только здоровым, но и трезвым. После размещения роликов о русской пробежке в интернете у ребят появилось немало сторонников в других городах, в том числе и в Тольятти. И сегодня у нас создана не только группа в социальной сети, но и состоялось несколько массовых пробежек. В Международный женский день больше сотни тольяттинцев устроили пробежку в Центральном районе от Гуревестника до 20-й школы. Всего дистанция составила 5 километров с тремя остановками для разминок на Площади Свободы, около Филармонии и на Космосе. Чтобы не мешать движению транспорта, молодежь бежала по тротуарам и пешеходным переходам. 8 марта был поставлен рекорд не только по общему количеству участников, но и по количеству девушек, решивших отметить праздник легким бегом. И это обстоятельство не осталось незамеченным. Каждая девушка на финише получила розу. Ну а после пробежки оказалось, что еще остались силы на разные спортивные игры. Регби, футбол, стеночные бои. И на этой позитивной ноте можно было бы и закончить рассказ о русской пробежке. Вот только отношение к этому движению оказывается в обществе неоднозначное. Потому что ребята бегают не просто так, а с лозунгами и символикой. В которую кроме флага пробежки, российского флага и флага Тольятти входит имперский флаг. И называют их из-за этого чуть ли не неонацистами. Что же такое на самом деле русская пробежка? Ну мы не имеем никакого отношения к нацизму. Русская пробежка, да, она получила такое общее принятое название. Во-первых, так сложилось исторически, можно сказать, потому что русский народ это основной народ нашей страны. Как бы связующий народ. У нас же много национальностей, правильно проживает? 150 национальностей. Мы все дружим, мы не имеем ничего против других национальностей. Мы за единство. Но русский народ это как бы основной державообразующий народ. И поэтому в первую очередь за его здоровье, за его возрождение. Но также мы за возрождение здоровья всех других национальностей. Интересно, а сами участники знают, под какими знаменами бегут? Важно ли это для них? Триколор, Пеский, потом здесь есть наш Толятинский флаг, потом Толятинский смешанный с российскими пробежками и, по-моему, какой-то военный один. Пеский флаг символизирует новое движение молодежи, новые ценности, новые приоритеты. Во-вторых, это история. Следующая пробежка запланирована на 9 мая. Правда, властные структуры до сих пор не могут решить, на что организаторам русской пробежки нужно получать разрешение. Нашествие? Спортивные мероприятия? Или митинг? Может быть, неоднозначность реакции властей и противников движения объясняется тем, что в последнее время любая активность приравнивается к политической. Вот и получается, что в период выборных кампаний сторонники здорового образа жизни встречаются с разными трудностями. Как бы то ни было, именно вам решать, куда, за что и под какими флагами бежать. Может, не компанией, а в одиночку, и не по городу, а по лесу. Главное, не забывайте, что здоровый образ жизни – это не за кого, а для кого. Для себя в первую очередь. Будьте здоровы! 12! 12! 20! А, нянь, подожди. Я, конечно, все понимаю. Пробежка, здоровый образ жизни – это все классно. Но когда я увидела такое большое скопление бегущего народа, мне показалось, что все не на одно лицо. Представляешь, 80 человек с одним и тем же лицом. Одно и то же лицо. Тебе страшно не было? Нет, Алина, ты что? Это, наверное, тебе реально кажется. Может, у тебя в глазах рябит. Ну, как там бывает? Двои, троицы. Вот тебе смешно? А, между прочим, одна моя подруга рассказывала, якобы у нее был парень, который страдал раздвоением личности. Но обычно же таких людей отвозят в психиатрическую клинику и селят в палаты с людьми, считающими себя наполеонами, не тортами. Но лично я считаю, что здесь впадать в панику не стоит, если сегодня ваш парень любит вас, а завтра бутерброд с малиновым дженом. Людям свойственна неопределенность время от времени. Что мы пытаемся увидеть, когда смотримся в зеркало? Самого себя или отражение своего внутреннего состояния? Удобное, кажется, это состояние раздвоения личности. Всегда есть с кем поговорить, посоветоваться. Ну, а в случае с расстроением... Но всегда ли второе «я» — это отражение твоего внутреннего мира, твоего состояния и поведения? Или это маска, которая скрывает твое истинное лицо? Случается и такое. Твое второе «я» существует в телесном обличии. Оно так же, как и ты, ест, спит, живет, поет, любит, страдает. И тут совершенно ясно, что ты не сходишь с ума, раз видишь рядом с собой того человека, который отражается в зеркале. Ненавижу, когда говорят, что ты не сможешь. Ненавижу, когда говорят, что ты на кого-то похож. Я не представляю жизни без танцев. Я не представляю жизни без брата, без семья. И за какие деньги я... Наверное, не поменяю свой вид деятельности, то бишь, танцы. Ну, не за любые деньги я не предам своих близких. Больше всего в жизни я люблю своих родных и маму, потому что она живет у нас одна, без отца, и воспитывает нас двоих. Больше всего в жизни я люблю радоваться. Я люблю, когда я люблю счастливы другими. Меня не удивляют люди, которые одеваются по-разному, ведут несколько... Другой стиль жизни, нежели большее количество людей. Ничего не удивляет. К сожалению, я не могу вспомнить ни одного снайсу. Один и тот же сон. Мне часто снится один и тот же сон. Этот мир создан для тех, кто... сможет, наверное... даже в каких-то трудных ситуациях поставить себя на ноги. Нет, не создан для всех, а природа решает, кому жить, кому нет. Я верю в то, что танцы спасут мир. Я верю в себя. Мне повезло, что у меня есть такой клевый брат. Наверное. И вообще вся любящая семья. Я горжусь своим братом, можно сказать. Мне повезло, что у меня есть брат. Психологи утверждают, что бороться с самим собой невозможно. А можно лишь прислушиваться к своему внутреннему я, но это вовсе не означает, что слушать его обязательно. А еще психологи советуют менять обстановку. Вот и наша телестудия решила кардинально изменить имидж. Приготовились! Начали! Можно! Можно драть! Типичный инструментарий журналиста – микрофон, диктофон, ручка. Это скучно. Краски, кисти и клей – наш ответ в студийной рутине. Чем черт не шутит? Что не вырубишь топором – наклеишь на стену. Ни сантиметра без умных мыслей! Именно под таким девизом «Заурядная стена» стала настоящим арт-объектом. Вооружившись кисточками, не покладая рук и не щадя живота своего, мы денно и мощно боролись за новый образ нашей студии. Ведь журналист – мастер слова, а хороший журналист – мастер на все руки. Нашей бригадой доказано – смешивать ручку и кисточку, приправляя все блокнотом и краской, не так-то просто, но очень весело. Но не только умы отечественные могут чему-нибудь научить. Недавно мы побывали не где-нибудь, а в Голландии, где лично смогли посмотреть, как решаются проблемы на местном уровне в Европе. О том, как мы смогли на других посмотреть, да и себя показать, смотрите в следующем сюжете. С университетом в Холланд у ТГУ давняя дружба. Совсем недавно для трех студентов и двух преподавателей из Тольятти этот вуз с поистине голландским названием стал настоящим окном в Европу. Принятие решений на местном уровне. Именно так и называлась интенсивная международная программа, в которой участвовали студенты ТГУ с 16 по 28 апреля этого года. Изучить европейский опыт предстояло в славном городе Роттердам. За две недели лекций, экскурсий, консультаций, не исключая, конечно, пары вечеринок. А как еще познакомиться молодым людям из разных стран? Всего в программе участвовало 43 студента из Великобритании, Бельгии, Финляндии, Польши, Чехии, России, ну и, конечно же, Нидерландов. Сначала делегация каждой из стран подготовила домашний отчет. По приезду же все участники разделились на международные группы, чтобы на основе опыта своих стран изучить возможности регионов в решении самых актуальных общественных проблем. От бедности и социальной политики до вопросов взаимодействия власти со СМИ и молодежью. Студент Института финансов, экономики и управления ТГУ Владимир Смирнов попал в группу, изучающую проблемы экстремизма. А ваш покорный слуга занимался вопросами безопасности. Яна Суровцева из кафедры дизайна ТГУ стала руководителем группы «Городское планирование». Результаты своего исследования. Международные группы презентовали не где-нибудь, а в мэрии города Роттердам, где получили высокую оценку от вице-мэра. Интенсивная программа принятия решений на местном уровне рассчитана на три года, а значит, что в следующем году нас ждут в Бурно, а через два года в Беликобритании. Марин, а ты освежиться не хочешь? Может, по-морозному? Знаешь, Вик, не откажешься, потому что на улице такая жара, ужас! Странный мы народ какой-то. Как на улице зима, так нам лето подавай. А как жара, так мы о сугробах мечтаем. Кстати, о сугробах. А вы не хотите поностальгировать? Мы с тобой, Вик, отправляемся работать над нашим сюжетом, который вы увидите в следующей нашей передаче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok